Коммунистический партий Готов к дальнейшим орбитальным и межпланетным полетам. Подполковник Быковский. 27 июня 1965 года. Город Якутск. В праздничном убранстве аэропорт столицы. Всюду висят транспаранты, приветствующие космонавта номер 5. Кажется, никогда еще не было здесь столько народа и столько цветов. Десятки машин заполонили привокзальную площадь аэропорта. Тысячи якутян с нетерпением ждут прибытия самолета, на борту которого Валерий Федорович Быковский. В 11 часов 50 минут воздушный лайнер Ил-18 совершает посадку и медленно подруливает к зданию аэровокзала, где установлены микрофоны. Подан трап. И вот он уже на якутской земле. Бесстрашный рыцарь космоса, такой близкий и знакомый каждому. Пионеры, участники фестиваля Монодежи буквально засыпают гостя букетами цветов. Преподносят цветы супруги Быковского Валентине Михайловне. Окруженной толпой встречающих Валерий Быковский садится в открытый автомобиль. И кортеж машин в сопровождении почетного экскорта мотоциклистов направляется в город. Широко шоссе от аэропорта до города. Просторен проспект Ленина. Но тесно сегодня здесь. Тесно от флагов и транспарантов. От чудесных летних цветов, от тысяч радостных людей. Настеж открыты окна домов. В своеобразные трибуны превратились балконы, остановившиеся на полпути автомобили. Едет, едет, прокатывается вдоль улиц и площадей. Все горят с нетерпением увидеть героя-космонавта. А он стоит увитой зеленью машине, медленно двигающейся по сплошному людскому коридору. И улыбается своей очаровательной улыбкой, приветливо машет рукой. Тысячи и тысячи восторженных якутян приветствуют дорогого гостя, забрасывают машину цветами. Десятки мальчишек, в надежде хоть краем глаза увидеть космонавта номер пять, бегут по тротуарам за кортежем. Радость якутян не знает границ. Центральная улица, проспект Ленина, до отказа заполнен людьми. Все хотят выразить герою страны свой почет и уважение. Милиционеры с трудом расчищают путь для автомашины. Сотни счастливых лиц. На улицах Якутска царствует всеобщее единение и одухотворение. На луна природы, на народный праздник Исех пригласили своего почетного гостя Валерия Быковского и его супругу Валентину Михайловну, гостеприимные якутяне. Добро пожаловать! Мааны хоного, кюнду догор, дорогой гость, дорогой друг. Пристань Дарклах. Собравшиеся проводить Быковского ждут часа отплытия. Речники тем временем предлагают ему прогулку по Лени. Валерий Федорович садится за руль полуглиссера «Волга» на подводных крыльях. Судно стремительно набирает скорость и вырывается на широкий речной простор. Валерий Федорович, любитель художник, тонко понимает природу. Он смотрит вокруг, наслаждаясь. Лена, Лена, сибирская красавица! Речная ракета, рассекая крыльями воду, мчится по глади реки. Проплывает один за одним острова. Вот и Нижнебесяхский берег. Небывало здесь многолюдие. Жители Нижнего Бесяха, Павловска и других селений съехались встречать почетного гостя республики. Руководство района готовится встретить героя планеты на Мединской земле. Первыми гостей встречают юные пионеры. Они вручают им букеты цветов. Далее путь гостей пролегает в сторону села Хаптагай, одно из отделений колхоза имени Ленина. Славно оно тем, именно здесь живут и трудятся мастера высоких урожаев, овощей и картофеля. И вот долгожданные гости в Хаптагае. Машины проезжают украшенную арку при въезде в село. Их встречают сотни и сотни радостных якутян, приехавших из многих заречных районов. Первыми, конечно, увидели мальчишки. «Едут! Едут!» Это их голоса звонко извещают о долгожданной встрече. Машины подъезжают к хаптагайской восьмилетней школе. Три девушки-комсомолки, Галина Капитонова, Варя Иванова и Полина Байшева подносят большим гостям чороны с кумысом. Галина Капитонова, Летчика-космонавта на якутской земле приветствовали даже лошади, привязанные к СРГ. К Валерию Федоровичу подходит мальчик в пионерской форме. Это ученик четвертого класса Саша Заравняев. Он председатель Совета отряда имени Быковского. Он председатель Совета отряда имени Быковского. Он председатель Совета отряда имен advocating. Валерий Федорович Буковский, летчик-космонав Буковский, рапортует председатель Совета Отряда вашего имени день. Отряд построен в честь вашей встречи дня. Разрешите вручить рапорт, альбом. Намас полемнявитра. Палашаковарцы, Аргескула. Памятник, Кеш Алексея памятник. Олдryae, Кария Владық Сынай. Буковский, мен. Оля, маниволағанна Демитреева, Элдекия Николаевна. Демитреевна, Аға Клағаска юнор. Бачылық Ақсыз мысен. Кени комсомол. Оның Ұйе болан олды бұт. Олмаға. Онтаңылардан барамы түті. Барды бүт деятеллер меген. Оның дәмин көргенес сетті оттолуырай дайдарлар. Это было с школой. Вместе с героем в Якутск прилетел Юрий Владимирович Торсуев, секретарь Центрального комитета ВЛКСМ. Позднее ставший известным как отец близнецов Владимира и Юрия Торсуевых, сыгравших в фильме «Приключения электроника». Гости поднимаются на трибуну. Иссех открывает секретарь порткома колхоза Филипп Гаврилевич Охлопков. Он сообщает, что нынешний иссех исторический. На празднике присутствует летчик-космонавт СССР номер 5. Иссех открывает старейший народный певец Николай Иванович Степанов Ноорой. Он поет «Олонхо», славит советскую власть, славит добрестного сына русского народа, героя-космонавта Валерия Быковского, приехавшего к ним в гости. Ноорой совершает обряд алгыса, благословляет высокого гостя. С огромным вниманием и интересом слушали участники праздничества выступления летчика-космонавта Советского Союза Валерия Быковского. «Дорообо!» – приветствует он собравшихся. «Примите большой космический привет от моих друзей-космонавтов. Мы, космонавты, всегда с большим удовольствием посещаем заводы, колхозы, ведь мы неотделимы от народа. Вы приняли меня в почетные колхозники. Признаюсь честно, у вас я работать не смогу, но на своей работе постараюсь трудиться только отлично». После торжественной части начинается концерт творческих коллективов. Дорогого гостя усаживают вокруг тучульге и угощают богатырским напитком – кумысом. Пенистый, щедро приправленный маслом, он хорошо утоляет жажду после долгой дороги. Валерий Федоровича особо заинтересовало выступление «Ассамбля хамухистов». Летчик-космонавт, как творческая натура, пробует играть на национальном инструменте в хамусе. По традиции в конце торжества организуются коллективные фотографирования на память. Фотокорреспонденты республиканских изданий принимаются за работу. Валерий Федоровича приглашает осмотреть колхозные поля герой социалистического труда Гаврил Самсонов. За рулем своей победы знатный овощевод начинает рассказ о своих достижениях. Два героя страны быстро находят общий язык и живо общаются. Космонавт интересуется, какие урожаи снимаются. Самые большие урожаи огурцов достигали 260 центнеров с гектара, помидоров 280, капусты 400, говорит Самсонов. Немало собираем картофеля. Овощи и картошка приносят порядочные доходы колхозу. Гаврил Семенович рассказал, как они стали выращивать в открытом грунте огурцы, внедрили бесколышковую культуру помидоров, как создавались новые сорта овощей, приспособленные к мерзлоте и холоду. После визита прославленного героя осенью десятитысячным тиражом была издана книга «Валерий Быковский в Якутии». На обложке фотоальбома изображена фотография летчика-космонавта с девочкой на руках. Кто же эта девочка? Валерий Быковский в Якутии «Валерий Быковский в Якутии» Касмонавта которые были в Касмонавте, в Якутии, и авторию, которые были в Касмонавте, и, Ах, наверное. Но я не знаю, что случилось. У меня были нотчаи, что вернулся, мне любят нотчаи. Что я не видел этой нотчалами? И я взяла в «Гралифа», и я не знаю, что это не было. Дух כунте. На Голоскай, я начала умерть. Я не знаю, что это було. Я не знаю, что я знаю, что я не знаю. Он это оченьен. Он такой отменился на условиях, в то время отменил каждый к нам и и выходил. Я знаю, что они неожиданным. Я думаю, что это все просто. Я не знаю, что это и есть. У нас есть в основном правильная работа, выучивая, что они будут дать. Концерт заканчивается. И в другом краю поляны возникает хоровод. Собравшиеся начинают осохой. Желающих потанцевать много. В хоровод встают все, и молодежь, и пожилые. Семен Борисов приглашает гостя в круг. Ко многим орбитам, которые провел космонавт-рекордсмен в космосе и в своих поездках по Советскому Союзу и зарубежным странам, прибавилась еще одна. Это орбита якутского национального танца осохой. Крепко взявшись за руки, подчиняясь ритму, заданному запевалой, колышется пестрый хоровод. Всюду, где не ступал космонавт по земле вечной мерзлоты, его встречала душевная ласка и тепло людей, умеющих побеждать суровую природу самого холодного края планеты Земля. Дороги звездные открыты.